Слово предоставляется председателю правительства Российской Федерации Мишустину Михаилу Владимировичу. Пожалуйста. Уважаемый Акалбек Усенбекович, Николай Ваваевич, уважаемые коллеги, рад ещё раз всех вас приветствовать и также приветствовать членов делегации, представителей государств, наблюдателей при Союзе на заключительном в этом году заседании Евразийского межправсовета. Ну, прежде всего, хочу присоединиться к традиционным уже словам благодарности к армянской стороне Николая Вавича лично за блестящую организацию нашего саммита и за традиционное гостеприимство. На консенсусной основе, с уважением ко всем точкам зрения, в первую очередь, государств-членов Евразии, мы вместе продолжаем выстраивать гармоничную систему сотрудничества во всех сферах деятельности Союза, с тем, чтобы в первую очередь обеспечить повышение качества жизни наших граждан, ну и создать максимально комфортную деловую среду. Динамика товарооборота государства Евразии отражает позитивный эффект тех индукационных процессов, которые, собственно говоря, мы здесь, на этой площадке и обсуждаем. За прошлый год объём взаимной торговли между Государственными Союзами достиг максимума за всё время существования нашего объединения. Он превысил 73 миллиарда долларов, это почти на 33% больше, чем в 2020 году. Но если говорить о продовольственных товарах, о сельхозсырье, то здесь рост около 21%. Физический объём взаимных поставок вырос на 11%. Российский рубль остался основной валютой расчётов и использовался для совершения 72% платежей. Наша интеграция развивается в нынешних непростых обстоятельствах, мы говорили об этом подробно на фоне турбулентности глобальной экономики, растущей геостратегической, если хотите, напряжённости. Внешнее давление на Россию и Белоруссию, безусловно, отражается на всех участников пятёрки. В первую очередь на функционирование единого рынка. Недружественные действия ряда западных стран, выбранный ими путь санкций, давления, политического шантажа, неприемлем для современных международных отношений. Но мы отдаёмся отчёт, что такая политика не поменяется в одночасье и должны готовить решения на стратегическую перспективу. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета наша совместная деятельность строится в плановом порядке и на системной основе. Именно этот подход и эффективная реализация срочных антикризисных мер позволила нам добиться адаптации наших экономик к внешним шокам. Я в первую очередь имею в виду нарушение транспортно-логических цепочек и изменение экспортно-импортных потоков. Об этом свидетельствуют статистические данные. По итогам первого полугодия воловой внутренний продукт Союза превысил 1 триллион долларов. Инвестиции в основной капитал выросли более чем на 6,5%. Объём выполненных строительных работ на 3,5%. Но, конечно, надо все эти тенденции закрепить, нарастить взаимодействие во всех областях, от экономики и торговли до технологий, производства промышленного инноваций, гуманитарной сферы, о чём сейчас Роман Александрович подробно сказал. Любые кооперационные проекты должны приветствоваться и мы должны их стимулировать всеми инструментами, которые у нас имеются в арсенале. Одной из ключевых задач является улыбление промышленной кооперации, чуть подробнее скажу об этом. И, конечно, надо запускать совместные предприятия в стратегически важных и высокотехнологичных отраслях. Создавать нужную систему финансирования таких проектов с использованием механизма субсидирования процентной ставки по кредитам. Это будет способствовать технологическому развитию всех государств-членов Евразес. Считаем крайне важным, чтобы в каждом кооперационном проекте обязательно участвовало как минимум три государства-пятёрки. Вот такой подход позволит гарантированно обеспечить доступ малых экономик к разработке новых технологий. Также будет стимулировать интеграционные процессы на евразийском пространстве в целом. Бизнес наших стран умеет эффективно сотрудничать. На основе новых соглашений формируются кооперационные цепочки, вводятся в эксплуатацию новые предприятия. И таких примеров должно становиться как можно больше. Для этого надо стимулировать создание совместных компаний. Сейчас вот как раз в Москве проходит форум «Сделано в России». Я вчера принимал в нём участие. На выставке продемонстрированы передовые технологии товара, которые отечественные предприятия экспортируют за рубеж. И у каждого государства-пятёрки есть немало своих инноваций, отличных примеров технологических. Мы можем обмениваться лучшими практиками, находить точки соприкосновения и, конечно, добиваться значительных успехов, используя сильные стороны друг друга. Россия предлагает и выгодное решение для евразийского бизнеса, который ориентирован на зарубежные рынки. Мы приглашаем наших партнёров по Союзу принять участие в российской промышленной зоне в Египте. При локализации на её территории 30% производств компании получат существенные преимущества. Среди них близость к основной морской транспортной инфраструктуре и льготы при использовании портов Суэцкого канала. Ну а самое главное – это освобождение от уплаты таможенных пошлин при экспорте в Африку, на Ближний Восток, в Латинскую Америку, ну и другие государства, у которых есть, соответственно, торговые отношения с Египтом. Такие преференции распространяются на всех потенциальных резидентов без привязки к стране происхождения. Хочу, чтобы вы обратили на это особое внимание. Основными отраслями российской промышленной зоны являются машиностроение, химическое, автомобильное, лесная промышленность и металлургия. Усиливая взаимодействие на международных рынках, мы выступаем за максимальное полное раскрытие потенциала роста общего рынка Евразес, обеспечивая свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочих сил. Уже подходы на основе международного опыта. За всё время, сегодня коллеги об этом подробно говорили, устранено около 60 барьеров. И приветствуем решение, которое мы приняли, чтобы как можно скорее завершить процедуры, связанные с устранением оставшихся. За первое полугодие текущего года было выявлено три новых и ликвидировано пять существующих барьеров и два препятствия, также одно изъятие. И сегодня мы с коллегами, ещё раз скажу, договорились о скоординированных совместных действиях и примем меры, чтобы не допустить появления новых препятствий, в первую очередь, торговли. Важнейшими для всех государств-членов Евразеса остаются вопросы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Вчера подробно об этом говорили, но и также говорили о рынке электроэнергетики. Когда 10 лет назад договаривались об их создании, мало кто мог предположить, с каким ростом цен столкнутся потребители во всём мире. Но я считаю, что наш Союз здесь надёжно защищает его участников от необоснованного завышения стоимости энергоносителей, что доказывает правильность избранной нами стратегии интеграции в выполнении ранее заключённых межправительственных соглашений. Необходимо продолжать координировать условия в области транспортной политики. Речь идёт о маршрутах, которые проходят в первую очередь по территориям Евразес. Выстраивать нужно транспортно-логистические цепочки в восточном направлении, а также в рамках международного коридора север-юг. С учётом переориентации сырьевых поставок и тесного торгово-экономического взаимодействия с Китай и с другими государствами Азиатско-Тихоокеанского региона считаем важным придать импульс соответствующей деятельности территории Евразес. Вместе сформировать условия для увеличения грузопотока и сокращения сроков. Собственность структуры на нашем общем континенте также необходима для создания большого евразийского партнёрства. С этой идеей президент России Владимир Владимирович Путин выступил совсем недавно. Ещё одна сфера, которая приобретает особую актуальность в современных условиях – это цифровая повестка. Одним из индикаторов её реализации внутри Евразес является экспорт товара в сфере информационно-коммуникационных технологий. Вот, кстати, по итогам прошлого года его объём торговли такой продукции вырос более чем на 30%. Передовые решения способствуют динамичному развитию всех сфер экономики, в том числе помогают укреплению сотрудничества между странами, упрощению и ускорению всех пунктов. Мы готовимся к полноформатному закону системы Союза. Подробно вчера это обсуждали. Она призвана обеспечить межгосударственное взаимодействие в электронном виде, что давно пора сделать. Создать общие для участников пятёрки, в том числе и информационные ресурсы. Мы сегодня утверждаем целевую программу развития такой системы, которая рассчитана на ближайшие пять лет. В ней зафиксированы основные ориентиры модернизации правовой базы для создания нашей общей цифровой платформы. Она станет эффективным современным инструментом развития делового и торгово-экономического сотрудничества под нашего партнёрства, призывая уделить этой сфере самое серьёзное внимание. Хочу также затронуть ещё одну важную тему. Сегодня мы видим существенное замедление темпов реализации экологических проектов на Западе. Это связано с возросшей потребностью в энергоносителях. У Евразийского экономического союза, напротив, есть все возможности для развития своей климатической повестки. Мы должны рационально и максимально продуктивно их использовать. Здесь уже намечены конкретные шаги. Нам удалось продвинуться в проработке концептуальных документов. Считаем, что мы должны и дальше делать всё необходимое для сближения наших позиций. Уважаемые коллеги, дорогие друзья, основные задачи были сформулированы лидерами пятёрки в стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции. Они охватывают и новые области сотрудничества, образование, здравоохранение, туризм, спорт. Это сферы, которые оказывают непосредственное влияние на всех жителей нашего партнёрства. Это является для нас главным индикатором. Поэтому реализация стратегических направлений должна быть в приоритете у каждого участника нашего интеграционного объединения. При этом важно и впредь оставаться открытыми для продолжения диалога с другими государствами, укреплять международные связи вопреки давлению коллективного Запада. Наш союз – это надёжная основа для развития всего евразийского региона и абсолютно уверен, что вместе мы добьёмся положительных результатов в интересах благополучия наших граждан. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, позвольте предоставить...